Приветствую вас снова на нашем канале, меня зовут Егорова Ирина, я врач-косметолог, физиотерапевт и тренер по профессиональной косметике Глитек. Сегодня я хотела бы поговорить о теме консервантов, в частности о парабенах. Такой термин, наверное, как парабенойя из серии как паранойя, встречается на просторах интернета. Потому что ни для кого не секрет, что между, наверное, 2005 и 2015 годом была прямо, можно сказать, волна гонений на парабеновые консерванты. Но, учитывая то, что парабеновым консервантам уже без малого 100 лет, исследований их безопасности или их эффективности достаточно много. И есть не только купленные в угоду производителям, например, каких-то других новомодных консервантах, как это было с небезызвестной Филиппой Дарбре. Та самая история, раздутая до невероятных размеров в желтой прессе, когда люди стали бояться парабеновых консервантов, думая, что они вызывают рак. К счастью, эта теория не подтвердилась, а серьезным исследованием подтвердилось как раз наоборот то, что канцерогенность парабеновые консерванты, используемые в разрешенной концентрации, не обладают. И эстрогенная активность, собственно, через которую обвинялись парабеновые консерванты в канцерогенности. То есть, действия подобны эстрогенам. Они не оказывают так сильно, как об этом нам рассказывали в желтой прессе. И если это в цифрах выразить, то эстрогенная активность тех же парабенов, она меньше в 240-300 тысяч раз, нежели природный эстрадиол, который у нас циркулирует в организме. И я бы хотела сказать, что производные гидроксибензоидной кислоты, то есть парабены, они, естественно, есть и в природе. То есть, все ягоды, особенно те, которые мы привыкли использовать, как, например, какие-то средства против простуды и так далее, клюква, брусника. На самом деле, во многих других продуктах, и в зелени, и даже в петрушке есть гидроксибензоидная кислота. И метилпропил, бутилозабутилбензил, этилпарабен. Эти консерванты – это, по сути, родственные компоненты той гидроксибензоидной кислоты, которая есть в природе. Что важно? Важно, конечно, как сказал Парацельс в свое время, важна только доза, и все может стать ядом, и все может стать лекарством. Поэтому, конечно, есть ограничения по использованию любых консервирующих систем. Это антибактериальные, бактерицидные, биоцидные средства – это все, да, потому что консерватор нам для чего нужны, чтобы у нас в баночке не вырос чужой. Поэтому есть ограничения. И для парабеновых консервантов они представляют собой 0,8% для смеси парабеновых консервантов, и 0,4%, если он консервирует продукт 1. Надо сказать, что не только в косметике, разумеется, используются парабеновые консерванты, они используются и в фармацевтике, например, средства для внутривенного введения тоже существуют законсервированы парабеновыми системами, и в пищевой промышленности. Вот, вы будете уделены, но мы их периодически парабены едим, не только с клюковкой, но и синтетически. Что еще интересно, даже в 2019 году, я прочитала, было такое исследование, и парабеновые консерванты были названы не аллергеном года. И провозгласил, это декларацию эту, провозгласило американское общество по контактному драматиту. То есть, по сути, парабеновые консерванты обвинают очень часто в раздражающем потенциале, но при этом общество, которое занимается контактным драматитом, провозгласило парабены чуть ли не самым безопасным консервантом, который вообще существует. Поэтому я призываю относиться как бы философски ко всем страшилкам и читать правильную научную литературу. Если обобщить, что касается парабеновых консервантов, то, естественно, они должны быть в составе средств, например, косметических или фармацевтических, в разрешенной ограничением концентрации, которую я уже сказала. Надо понимать, что они не накапливаются в организме. Даже при внутривенном введении они очень быстро из организма выводятся. Кроме того, насчет канцерогенности я тоже упомянула. Эстрогенная активность парабенов, она во много тысяч раз, сотни тысяч раз меньше, чем наш природный эстрадиол. Также исследования показали многочисленные, что парабены не обладают тератогенностью, то есть не влияют на плод сильно. Потому что бедным мышкам вводили и кроликам токсические дозы для мамы мышки этих парабенов и эти исследователи. И выяснили, что доза для мамы мышки была токсическая, а вот для плода она, в общем-то, не была токсичной и, в общем, никак не повлияла, не вызвала аномалии развития плода. То есть таких исследований достаточно много, достаточно открыть любой открытый источник а-ля подмет и, в общем-то, прочитать много интересного про парабеновые консерванты. Также насчет потенциала раздражающего, в чем часто тоже обвиняют парабеновые консерванты, в угоду, например, консервантам, так называемым, зеленым, которые на самом деле вынуждены использовать производителей в большей концентрации, чтобы биоцидный эффект был выраженным. И при этом так называемые зеленые консерванты очень часто вызывают раздражение, аллергию гораздо чаще, чем стандартные средства, законсервированные парабеновыми системами, системами на основе производной гидроксимензойной кислоты. Так вот, тоже одно из исследований могу привести в пример. Когда делали патч-тест с парабенами, естественно, в разрешенной концентрации пациентам с выраженным атопическим дерматитом, с контактными дерматитами, с экземой, ну, то есть с кожными патологиями, с очень чувствительной кожей, и лишь у 4% из всех всей выборки были какие-то негативные явления на именно парабеновую составляющую. То есть у них дерматит усилился, а у всех остальных никаких вообще проблем не было. Поэтому здесь тоже этот момент можно не принимать особого внимания, если парабеновый консервант у нас используется в разрешенной концентрации, как я уже говорила, 0,8% для смеси, 0,4%, если он один. Но чаще всего используются комплексные консервирующие системы, они безопаснее. Поэтому, чтобы закончить наше видео, я хочу еще раз обобщить, что парабеновая – это вещь такая субъективная, нужно ко всему относиться объективно, доказательно, с научной точки зрения, и если у вас медикаментозные средства или даже какой-то продукт питания, или, допустим, косметическое средство законсервировано парабеновым консервантом, знайте, что это очень эффективные консерванты. Естественно, можно и другие всякие использовать, но парабеновые консерванты могут использоваться в очень-очень низкой дозировке, например, в косметике Гильтек редко, когда содержание консерванта превышает вообще 0,1%, а так, может быть, консервантов парабеновых быть и 0,03%, 0,05%, ну, то есть, какие-то сотые, десятые доли процентов, и при этом он будет убивать бактерии и плесневых грибков, то есть, плесневые грибы, которые, собственно, и делают нашу косметику небезопасной, когда у нее несостоятельная консервирующая система, либо закончится срок годности общий, либо закончится срок годности после открытия, на который тоже всегда обращайте внимание. Условия хранения соблюдайте в косметике, то есть, не храните во влажном, теплом месте, не допускайте сильных перепадов температур, и все с вашей косметикой будет в порядке в пределах срока годности. Подписывайтесь на наш канал, если эта информация была для вас полезна, и буду благодарна за лайки, если не полезна, это за дизлайки, комментируйте, может быть, вы против того, что я сейчас рассказала, и у вас есть свои наказательства, например, которые опровергают мои слова, и мы будем тоже заинтересованы в том, чтобы вы нам об этом сообщили. Всего вам доброго!